Так, вопрос по саду. Валерий Костянович, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала хочу поблагодарить вас за новку прививать. Так, кстати, у меня про прививки есть замечательный диск номер 9, номер 13. Когда последний раз заказывали? В каком году? В прошлом. Вы, наверное, как раз и заказали. Только там изложено нормально. Диск номер 9, номер 13. С каждым разом приживаемость лучше. Ну, правильно. И научился я, так и вы. Ещё бы земли в достатке, а то плеваю, где ни попадя. Надеюсь, что не растопчут или не выкопают. У меня вопрос такой. Промышленный сад. Вы его садили следующим образом. Это он за меня. Где-то он читал или слышал. Вот. Находили отводки яблонь в Сибири или молодых, молодые яблоньи. Правильно. Выкапали их, отвозили на место посадки. Есть такой вариант. Да, тем там их привали и высаживали. Я правильно думаю или нет? Я сейчас вам все варианты расскажу. Почему? Потому что, простите меня, какой лучше? Этот вроде бы эффективнее, но медленнее. А этот, прошлый, этот самый, эти самые, это, раки были по 5 рублей? Нет. Раки были крупные, но по 5 рублей. То есть тут лишний год. А тут, значит, получается быстрее. Я решил, коротенько проходили. И, Александр, вы еще и, наверное, диск видели. Но, тем не менее, у вас, видимо, появилось желание выращивать промышленный сад. В Сибири я сразу, у меня не получается узко смыслить. Промышленный сад я раньше говорил очень странно. Вспоминайте. Если хотите промышленный сад, Урал, Сибирь, Дальний Высок, только яблоньевый. Все остальные под вопросом. Можно иметь сад, как вот на Алтае. А потом, помните, я рассказывал, минус 40, минус 50. Садов нет. То есть вы можете остаться с разбитого корыта. А яблоньевый сад самый надежный по этому, по выходу, так сказать, в тоннах. И в то же время он самый надежный на выплевание, на мороз. Но в Сибирь пришла беда. Она никого не волнует, никому не нужна, хотя миллионы яблонь. В Сибирь же мы догоняли же Европу. В каких-то районах, в каких-то обогнали, по абрикосу обогнали. Мы начали обгонять Европу по яблоням. Но нанесли удар азиатам. Они привезли к нам то, что мы называем... Ну, мы это узкий круг. Нас тут специалистов-то, если еще считать меня специалистов, то нас тут специалистов не больше. На всю Хакасию и Юго-Краснадского края не больше вот этого. Так вот. Получается, если вы посадите яблоньевый сад, ну, в Европе тогда еще вроде болезнь не дошла. Пока тихо. А у нас уже яблонь нельзя. Зато там в Европе, ниже увидите, намного сложнее вырастить абрикос. Да, вот так. С морозами справились, а с этим переменим. А думаете, где-то кто-то посмотрел мои фильмы, мои статьи, прочитал мои книги, и где-то уже программы в институтах срочно начали в этом направлении работать. Вот. Потому что есть морозостойкость, есть зимостойкость. И скажут ученые, а это они знают на зубах. Морозостойкость только одно из низких качеств зимостойкости. И какой бы ни был морозостойкость, пришла оттепление после зимы, и на здоровье, радость, что он морозостойкая урожает, а нет. Вот. Поэтому промышленный сад, ну вы как раз про яблони Сибирки. Где вы живете? Вот в данный момент я не обратил внимания. Но вы хотите есть яблоневые. Ну давайте. Будем надеяться в Европе. Смотрите. У меня есть уникальный опыт выращивания сада на острове. Доведение до плодошения. Помните, все лицесская фотография сохранилась? Где ломятся от крупных отборных плодов товарного вида. Эх, надо вставить сюда, чтобы показать, что я не болтаю. Ладно. Как я делаю? У меня получился вариант такой. Осенью. Сейчас я найду подходящую фотографию. Так. Вот эти вот Сибирки в лесу. Имея большой дачный опыт. Так. Я уже имел материал, который называется Чиринки. А они уже имели некоторую, как сказать, совместимость Сибирки. Вот эта глухая тайга. Чистая Сибирка. И вдруг на удивление, вопреки науке, приживается. Если я только черенки уже брал с деревьев, которые до этого были на Сибирках. И вот эти черенки приживаются вот на этих ябликах. Лавлю этим это самое. Догоняете? Если догоняете, идем дальше. Итак, накопал. Копал я осенью. Так сложилось. В середине лета мне дают землю. Руки чешутся. И я выбираю так. Я рою сразу ямы. Я перевожу большинство скомьями земли. Так. И рассаживал по ямам. Строго по линеечке. 6 на 4,5. Почему? Потому что как раз у нас удача. Трактор. Лущильник. Вот. Вначале плуг. Потом лущильник. Лущильникам уже все лето. Междурядие. Пожар страшная вещь. Чем, кстати, и кончилось. И 6 на 4,5. Получилось 1650 гнезд. И плюс маленький этот. Экспериментальный участок отдельно. Там, где ветер потише. Готово. И осень была дождливая, 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 дождливая. И я спокойно знал, что за зиму не погибнет ни один дичок. А его погибнет. Его замучились. И вот так вот не закапывай, кинь, все равно не погибает. Я проверял. Приходит весна, и я прививки делаю. Ну, естественно, как можно раньше. Бутылок тогда не было у меня на кровати. Их вообще в природе не было. Вот. Зато я придумал хитрую хитрость. Я первые годы делюсь опытом. Он двоякий опыт. Значит, я покупаю тысячу, не тысячу, там, сотню этих самых. Рубероидов старый, частично негодный. Списанный по рублю на рулон. Отрываю от него куски. Делаю куски метр на метр. В середине дырка. И, значит, это и есть прислонник рук. Из метрового рубероида. Значит, как муравьи полюбили это все. Вот. Мы же тоже. Но зато я первые годы вообще не поливал. Там всегда было под ним сыро. Ну, работа между делом. То есть, это была не главная работа. Ведущий инженер с иоаннского ременья зоны. Главная профессия была. Там зарабатывал, отратил на этом устрове. И вот получилось, что вот этот круг. При определенных условиях я могу рекомендовать его. Особенно для датчиков. Ну, есть минусы, но сейчас не об этом речь. И прививки хорошо развивались. Прекрасно. Это был первый вариант. Теперь. У меня получалось так, что Если я вот выкопал... Это уже привитый саженец. Видите? Вот этот дичок. Корней это всего ничего. Вот. Выкопано. Это все корневые отводки. Все. Тем не менее, саженец растет. Я когда его пересаживал, Я выкопал с комом в земле. Ком рассыпался. Не за что держаться. И вы видите, что он меня прекрасно держал. То есть, корней все-таки хватило. Идем дальше. Проходит год. Заметьте, я говорил, может год, может два. И теперь в таком виде. Привитый. Уже получается однолетка, но возился два года. Первый год. Рос, рос, рос. Вот он. Вот. А если сейчас таким комом, получается, за два года, получается саженец на продажу. Я прям вот так и продавал. Вот так, как вы видите, да? И на пересадку. Эффект великолепный. Еще год-два и плодоношение обеспечено. Фотографиями я вас уже столько показал, что уже стыдно показывал. Вот. Итак. Вариант первый я рассказал, как на острове. Осенью посадил по двое. Весной привил. Прижились. И даже, как видите, такое количество корней не мешало вырастить нормальный саженец. Далее. Еще быстрее. Значит. Вначале выращиваются. Уже не из лесу, а питомники. Из семечек. Так. И пересадка. Дичок подрастает. Привили. Только зазеленели. А очень высокая схожесть, приживаемость благодаря вот этой бутылке. Все. Вот второй вариант. То есть можете прямо это... Все это в течение одного года. И вот эта вот фотография достаточно современная. Где-то сделана год или два назад. Поверьте. Корни ужасные. Все вот дико выглядит ужасно. Великолепная саженца. Я вам столько раз показывал. Помните? Высотой почти человеческий рост. Однолетки. Прекрасные. Вы видели фотографию. Надо... Кто-то скажет, не видел. Я вам в следующем вебинаре покажу. И, наконец, наконец, потом это рассаживается еще в горшки. И вот он, пожалуйста, приезжает покупатель. Горшок выдергивается. Чуть-чуть подкопнул. Вот это и есть. А можно... Я вам показывал фотографии. Вот тут же не продано. На следующий год уже цветут. То есть все это достаточно эффективно. Вот коротко я рассказал про это. Так. Коротко. Продолжение следует...